Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Дневной разворот в Кирове снова в эфире. Здравствуйте, добрый день. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. По-прежнему в этой студии. Приветствуем вас и, собственно, переходим уже к новой теме. С понедельником вас, Владимир Сметанин. Елена Овчинникова, мы кардинально совершенно меняем тему. Тема достаточно сложная. По крайней мере, кое-кто может предать нас анафеме за наши измышления, за наши соображения. Кто-то к нам активно очень присоединится. Давайте мы напомним наши телефоны. Или все-таки тему озвучим сначала. Давайте, озвучивайте. Бездомные животные и... Чем грозит городу, бесконтрольное их размножение. Ну и коснемся еще темы строительства памятника. А скорее всего, мы начнем именно с этого памятника. И у меня вопрос к нашим радиослушателям. Дозвоните до нас, пожалуйста. Как вы считаете, на сегодняшний день количество бродячих животных в городе стало больше или меньше? Вот нужны вам эти бродячие собаки в городе или не нужны? И почему несколько организаций, получающих финансирование из городского... Вернее, организация, получающая финансирование из городского бюджета, в принципе, она как-то должна быть за это ответственна или нет? Итак, вопрос. Ваше отношение к бродячим животным? И у нас есть опрос на сайте... Да, опрос на сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, голосуйте. Существует ли в Кирове проблема бродячих животных? Вот так. Не витей, вот это поставлен вопрос. Да, особенно их много на окраинах города. Нет, я с бродячими животными не сталкивался, не сталкиваюсь и не задумывался об этом. Третий вариант ответа. Ну, у нас лидирует сейчас первый вариант. Да, особенно их много на окраинах города. Ну что ж... Действительно, там до килограмма один совсем крочный, две побольше, чуть-чуть, два-три килограмма весом. Я успела зайти в подъезд со своими собаками, выглянула в окно буквально пять минут. И проходит стая пять-шесть собак очень крупных, очень крупных, 50-60 сантиметров в холке. Это явно стая там пять-шесть собак. Это явно какая-то собачья свадьба. Я с ужасом поняла, что буквально вот задержись я в отваре на пять минут, мои бы собаки, просто они бы были разорваны, и я бы ничего с этим не сделала. Да, снова животные появились, и в большом количестве, я имею в виду, бродячих. 708-502, приглашаем вас к беседе. 708-502, номер для смс 8, 909-720-101, ну и давайте нашу гостю представим. Наталья Махнева, председатель правления общественной организации защиты животных зоокоролевств. Добрый день. Ну, и я еще хочу добавить, что Наталья Павловна уже практически год является помощником депутата законодательного собрания Валерия Николаевича Турула, потому что Валерий Николаевич остро занимался вопросом бродячих животных, и в конце концов... И с его участием непосредственно мы тоже поднимали эту тему. С его участием, да, проводили эфиры. Вот Наталья Павловна еще, собственно говоря, помощник депутата ЗАГС собрания. Ну что ж, давайте начнем, собственно, с информации достаточно свежей. С информационного повода, да. С информационного повода. Ну не то чтобы свежей, кстати, в конце весны, по-моему, этого года появится информация. Нет, вот эта информация где-то появлялась, но вот сейчас, в последнюю неделю, ее очень активно муссирует один из телеканалов нашего города, где идет такой очень трогательный ролик с призывом собирать деньги на памятник бродячей собаке. Памятник-копилка. Памятник-копилка. Сразу же подача информации, и тут же грустные лица собак, бродячих, вот этих вот, да, вызывает сострадание, да, вызывает, в тебе шевелится, прям разрастается, да, милосердие, хочется помочь, но в то же время у меня возникает большое количество вопросов. Волнозван телефон, мы по этому телефону будем звонить, по которому, значит, нужно отправлять деньги на создание памятника. При этом мне бы очень хотелось знать стоимость памятника. Кто будет делать макет, что не бесплатно? Памятник тоже сам стоит денег. Где будет установлен памятник? Все говорят, что, ну, как бы, информация проходит, что памятник будет находиться в районе ЦУМа, но поискав городской администрации, я не нашла ни одного подтверждения, что дано разрешение на установку памятника бродячей собаке. Да и вообще неизвестно, авторы этой идеи обращались ли вообще в администрацию. Да, вообще, кто автор идеи, кто исполнитель идеи, и самые значимые вопросы. Я не говорю, что я не хочу платить, я бы, допустим, на памятник собаке перечислила бы определенную сумму, но я должна быть уверена, что эти деньги пойдут именно на памятник. Поэтому совершенно неотвеченными остались, собственно говоря, мои попытки узнать, когда будет готово, кто будет изготавливать, и, в конце концов, смогу ли я за свои деньги, добровольно отданные, получить хоть какой-либо отчет. Потому что деньги ушли. Будут ли они реально воплощены в ту историю, о которой говорят, это очень большой вопрос. У меня вопрос сейчас к нашей гости, Наталье Павловне Махнёвой, я напоминаю, помощник депутата законодательного собрания, специалист, кинолог и филинолог. Наталья Павловна, знаете ли вы истории, мягко говоря, обмана? Допустим, информация схожая с тем, что проходит сейчас. Я знаю, что вы несколько скептически относитесь к этому призыву передавать денежки на телефон. Ну, я бы сказала, что мы идем дорожкой, провинция идет дорожкой столиц нашей страны. И такая практика уже была и в Москве, и в Питере. Я расскажу вам историю, которая была два года назад. Значит, там был такой фонд потеряшки, на них было возбуждено уголовное дело. Они, значит, занимались следующим. Ну, в принципе, наверное, кировский сценарий будет такой же, он уже такой начинает. Давайте мы скажем о том, что это субъективное мнение Натальи Павловны, это предположение Натальи Павловны, ничего общего не имеющее с утверждением, дабы люди, которые стоящие вот под этой организацией, которая называется «Дари добро», не предъявили нам претензий. Мы имеем право на собственное мнение, мы имеем право предполагать. Итак, было возбуждено уголовное дело на потеряшку. Да, потеряшка. Это был такой фонд потеряшка. Там, значит, люди занимались следующим, тоже брались с улицы очень больные животные, больные, калеченные, а потом собирались денежки с населения, тоже благотворительным фондом на их лечение, операции и всё остальное. Но так как история на лечение не заканчивается, нужен всё-таки хэппи-энд, а коллег животных нужно было куда-то девать, и была придумана история, куда эти собачки уехали. Куда, например? Собачки уехали в Финляндию, якобы. Финнам нужны собаки, и не своим ходом нужны. Да, на пересылку этих собак в Финляндию были собраны деньги. Минутку, минутку, зачем? Подождите, у меня возникает чудовищный вопрос. Зачем финнам русские дворняги искалечены, больные? Деньги собирались на то, чтобы вылечить и отправить, или на то, чтобы только отправить? На то, чтобы их вылечить и отправить. Потому что априори в России они никому не нужны. Сначала собирались деньги на то, чтобы их полечить, а потом же нужно обосновать, куда эти животные делись, правильно? То есть есть первая часть вопроса, есть вторая. Ведь люди, которые давали деньги на лечение этих животных с ампутированными конечностями, тяжелейшие животные... Черепно-мозговые травмы, ожоги, мало ли что бывает у животных. Это собаки, пострадавшие под колесами. Собаки инвалидами. Это просто одеяние злых людей. Просто попавшие в ту же собачью стаю, где собачья свадьба, просто порванные, разорванные другими собаками. Собака это зверь. Давайте все... А домашний, наверное, все-таки зверь. И чем дело закончилось? Дело закончилось тем, что этих собак, они же легко опознаваемы, были там бесконечности. То есть фотографии были на сайте. Да, их начали находить в лесах под Питером и везде. Кого уже в мертвом состоянии, кого еще в живом. Но этих собак начали опознавать люди, которые сидели на сайте и смотрели этих фотографий. Кто-то переживал за какое-то определенное животное. Себе, понятно, никто это не брал. Но в историю про Финляндию поверили. И был грандиозный скандал. Это был август 2012 года. Можно посмотреть все это достоверно в интернете. И женщины, которые собирали денежки на эту, будем так говорить, аферу, мошенническую схему, на них было возбуждено уголовное дело. И в данный момент они как бы фактически, наверное, деньги уже эти вернули. Потому что в тот момент они деньги возвращали, нашли деньги. Виталия Павловна, как и кому вернуть деньги? Вот еще раз задаю вопрос. Смотрите, если даже вскроется, не дай бог, вскроется, что здесь не совсем чистая схема. И что люди, допустим, хорошо, объявили памятник, предположим, это по слухам, памятник стоит 300 тысяч рублей. Это цифра, которая официально озвучена. Официально озвучена. 300 тысяч рублей. Горожане, ну давайте, да, там, ну скинулись. Получилось 350 тысяч. У меня очень серьезный вопрос. Куда остаток пойдет? А если на памятник соберут 200 тысяч и 100 тысяч не хватит? Как будут раздавать тот остаток 200 тысяч, 50 тысяч? Кому будут раздавать-то? По номерам телефонов или как это? Объясните мне, что за схема за такая? Или деньги приняли, и все, они утонули. И ни отчета, ни привета, ни ответа, ни итоговые это самое. Нам потом скажут, а мы деньги не собрали. А куда ушло несобранное? Вот в чем вопрос. А вы не проконтролируете никогда, потому что общественная организация не несет никакой финансовой ответственности за свои финансовые манипуляции? Ну, все-таки какую-то уголовную она... Совершенно нет. Общественная организация не отвечает ничем. Хорошо. А вот эта потеряшка, это общественная организация была? Да, тоже. Создается фонд, создается некоммерческое предприятие. Давайте мы сейчас попросим нашего оператора позвонить на указанный в рекламе номер телефона. И если там нам кто-нибудь ответит, мы попробуем задать вопросы из разряда тех, которые сейчас были мной озвучены. Я уверен, что многие из наших слушателей видели этот номер телефона, нам тоже, собственно, без труда удалось. Набирайте, набирайте, давайте. Удалось его заприметить. Возможно, кто-то из вас уже звонил, но мы просто хотим выяснить. И, возможно, даже кто-то уже положил деньги. Кстати, сообщается, вот я читаю новость с сайта НКО, 60 тысяч рублей уже собрано. Отчитался представитель этого. Уже собрано 60 тысяч рублей. Ну, я думаю, что да, это... Давайте мы послушаем звоночки. Алло? Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это номер телефона, на который пересылают деньги на памятник собакам? Да. Не сочтите меня грубо или непоследовательно, но мне хочется сказать. Скажите, вот где будет установлен памятник? И, во-первых, его цена. В Кириле около торгово-развлекательного центра УЦУМА. УЦУМА? А в каком месте? Где он будет? Со стороны Воровского. Со стороны Воровского? Да, около Старого ЦУМА. Ну, я там бываю довольно часто. Хорошо, бог с ним. Ну, там сейчас стройка идет. Да-да-да, то есть вы сносить будете, что ли? Цена памятника... Ну, да, куда со стороны? Там вроде достаточно узкая. Бог с ним, хотя, в принципе, я как бы лично не вижу пространства для памятника. А стоимость памятника какова? 300 тысяч. А кто будет изготавливать? Мастерская художественная. Скажите, пожалуйста, это будет как-то по документам? Я к чему, собственно, спрашиваю? Допустим, я в состоянии положить, ну, достаточно приличную сумму на этот памятник. И, допустим, если у вас не хватит денег, или у вас будет перебор по деньгам, вы что будете делать? Ну, вот этот номер принадлежит Кировской региональной общественной организации защиты животных «Дари добро». То есть это не личный мой номер. Я прекрасно понимаю. И все денежные средства, которые поступают, они пойдут или на изготовление памятника, а если их будет много, то на погашение долгов в клиниках. Долгов в клиниках? Да. А у вас есть долги по клиникам? Конечно. А где вы... Организация существует только за счет пожертвования людей. За свои деньги... Она... Ну, как? Постоянно ведется работа по стерилизации и лечению безумных животных. У меня к вам еще вопрос. А вот многие спрашивают, а как вам деньги положить? Просто прийти в банкомат, положить иную сумму на этот номер? Или при звонке как-то вычитается? Вот, может быть, я сейчас с вами говорю, а с моего счета? Нет, это личное добровольное пожертвование. Как пополняете свой номер телефона... То есть стандартно, как пополняем счет. Да. А велики ли размеры взносов? Вот уже, как бы, вот есть некий отчет. 60 тысяч вами уже собрано, вроде бы. Ну, 60 тысяч – это единовременное пожертвование от Динки Парка. От кого, простите? Динки Парк. Ой, я не очень знаю, что это такое. Динки Парк – это развлекательный детский центр на третьем этаже. А, понятно, понятно. Есть еще пожертвования от АвиТека, а от частных лет на сегодня около 20 тысяч. То есть уже сумма, грубо говоря, подходит к сотне, да? То есть треть уже вы на памятник собрали? Да. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. Я вас услышала. Спасибо и до свидания. До свидания. Ну что ж, вы услышали, собственно говоря, вот прозвучало несколько ответов на мои вопросы. В том числе, как бы, ну, мне до сих пор позиция осталась неясна. То есть вы услышали, да, куда будут деваться деньги, либо перебор, либо недобор. То есть они пойдут на оплату счетов за счетов в клиниках. Медицинские мероприятия. Медицинские, да. Я вам поясню, я немножечко тут в курсе. Наталья Павловна Махнёва, да, в студии. В данный момент несколько коммерческих клиник города Кирова содержат, ну, и лечат животных, которые туда разместили, именно в этой общественной организации «Дарить добро». Минуточку, давайте уточнимся. Вообще коммерческие клиники, насколько я понимаю, там расценки гораздо выше, чем в муниципальных. Мало того, они еще и ненормированы. То есть любая операция может стоить 8 тысяч, может 20. То есть индивидуально. Конечно, конечно. Все это насчитывается в процессе. Ну, как. Так, подождите. И они, значит, берут бродячих животных на лечение без предоплаты. Как? Я приду и скажу, прооперируйте мне мою собаку, а деньги я вам занесу потом? Совершенно верно. Очень интересная затея. Вот смотрите, «Дари добро», да? И как бы, и мы дарим вот это добро за наши с вами деньги. Очень интересная ситуация. При этом клиники, участвующие в этом как бы очень благотворительном деянии, действуют отнюдь не безвозмездно, а действуют за хорошие деньги. Я попрошу Наталью Павловну рассказать одну очень интересную, вопиющую для многих наших радиослушателей историю. Это про эпидурал. Расскажите, как рожала старая, бродячая, никому не нужная собака. Что сделали в этой клинике, в какую цифру это обошлось. Я хочу услышать, чтобы вы знали, куда уходят ваши деньги. Это свежая история. И как раз вот хочу людям, населению, горожанам нашим объяснить, да, вот как бы на примере этой собаки. А в мае этого года бродячая собака начала рожать в отлове, я так поняла. Из отлова эта собака попала, вот эти вот волонтеры дарили добро, эту собаку, так как она не могла сама родить, видимо, они ее разместили в одну коммерческую клинику, с которой они очень плотно работают, заструдничают, на которую как бы денежки собирают. Вот, и это животное, было принято решение раскисалить эту бродящую собаку, чтобы там она осталась жива, понятно. Щенки бродящие, конечно же, тоже очень всем нужны. Нет, подождите, давайте подчеркнем. Эта собака была в отлове, она никому не была не востребована. Она никому не нужна, а старая возрастная собака. Вот, естественно, что эта собака... Куча щенков. Куча щенков. То есть, если, допустим, была одна ненужная собака, то теперь их стало 13 никому не нужных барбосов. Ну да, конечно, конечно. У нас же гуманное общество, мы же всех должны спасать, естественно, тоже. Вот, и этой собаке кесаревое сечение проводилось не под общим наркозом, как всем животным, это естественно, а под эпидуральным наркозом. Давайте так, я сейчас у наших радиослушателей спрошу, как вы думаете, каждый ли раз жениться, делается эпидуральный наркоз? Это тонкая и дорогостоящая... Ювелирная операция, ювелирная. Я имею в виду уже женщину, женицу. Смысл один и тот же, что женщине, что собаке, это, в принципе, техника исполнения операции совершенно одна. Но дело все в том, что это ювелирная операция, которая не каждому человеческому врачу подсела, и уж тем более у нас в Кирове ветеринары, я не знаю. В общем, результат такой. Собаку раскисарили, щенков достали, собаку вывели из наркоза, на следующий день собака, больше не встала. Ибо эпидуралка, сами все это знаете, что это вводится, анестезия в позвоночник. Через позвоночник. Через позвоночник, в спиной мозг. В общем, травма опасная. Совершенно. Да, да, конечно. Нет, при этом, я не понимаю, зачем, при этом особь, которой дается эпидурал, находится в полном сознании. Да, я даже не знаю, как ее держали, эту собаку, потому как все, что выше места обездвиживания, это, в принципе, все действует. Все шевелится, зубы кусаются, хвосты машутся. Да, вот. Ну, в общем, решили, видимо, проэкспериментировать. Насколько обошелся эксперимент? Ой, боюсь соврать с цифрами, я последнюю цифру видела больше 20 тысяч. Более 20 тысяч ушло. По-моему, это содержание роженицы, чуть не в отдельной палате, с таким же эпидуралом. Это для женщины рожающей. Но это насчитывается, как? Это насчитывается, предположим, на операции 12 тысяч. И каждый день, предположим, еще какие-то медицинские манипуляции, уколы, капельницы, поддерживающиеся. В общем, результат, собака осталась инвалидом. Собака ползает на передних лапах. Это вот собака-дворняга, которая, в принципе, никому была, не принадлежала, никому она и не нужна. Хозяина. Это бродяга. Бродящая собака хозяина, да, она здоровая, никому была не нужна. Вот, и сейчас эта собачка, все лето она прожила у бабушки в саду, бабушка уехала сейчас домой. А как бабушку она обрела? Точно так же, обманули волонтеры Дарьи Добро, обманули бабушку, сказали, бабушка на недельку, на две, на три, подержим. Бабушка подержала, вот сейчас холодно, бабушка из сада уехала. И у них там на группе пишут, что берите кто-нибудь собачку. Собачку эту зовут Марта, вот кто давал денежки на эту собачку, подумайте. Вот эта Марта стала символом фактически сбора вот этих вот денег, вот, а судьба-то у Марты отнюдь? Сейчас это Марточка, они были вынуждены забрать эту собаку, она в каменном вольере, на бетонном полу. Боже мой. Вольер полтора на два метра, сейчас начались морозы, это Марточка. С парализованными задними конечностями, то есть собака оправляется под себя и примерзает к тому, на чём она. Да, да. Какие шансы эту собаку пристревать? Никаких. Очень, очень гуманное, очень гуманное событие. Вот копилочки все эти. Понятно. Вот смотрите, Наталья Павловна, я знаю, что вы достаточно жёстко относитесь ко всем этим сборам денег. Вот я расскажу. У вас есть свой приют. Я знаю, что к вам обращается огромное количество людей. Заберите у меня животных. Я не раз слышала, как вы довольно жёстко говорите человеку. Ваша кошка родила 5, 6, 10 котят. Почему ненужные вам котята, вы считаете, что они нужны нам в приют? Я знаю, что ваш приют взял на себя функции спасать от смерти, социализировать, кастрировать и так далее породистых животных. Не только породистых, будем так говорить, не только породистых, но востребованных животных. Востребованных животных. И которые нуждаются в человеке. Большой шанс их устроить. Во-первых. Во-вторых, собака, которая ориентирована именно на человека. Это называется социализация. Собака, которая умеет ходить в поводке, в ошейнике, в наморке. И нуждается в человеке. Давайте, у нас сейчас есть звонок, нам показывают. У нас на связи заведующая Кировская областная лечебница и Татьяна Анатольевна Беляева. Давайте послушаем, что официально происходит сейчас. То есть общая ситуация с безнадзорными животными. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. У нас к вам стандартный вопрос. Вот Дари Добро сейчас развернулась очень активно. Собирает деньги, порядка 300 тысяч рублей на памятник бродячей собаке, который подразумевает и создание копилки, которая пойдет на, видимо, на какую-то помощь бродячим животным. Напомню, что у нас есть организация, которая получает из бюджета города практически миллион рублей на то, чтобы заниматься отловом, кастрацией, передержкой и утилизацией невостребованных животных. Ваше отношение по деятельности организации Дари Добро, которые вот этих бездомных животных тащат из садов, из лесов и так далее. Знаете ли вы о повышении численности, повышении покусов? Вот ваше отношение к деятельности этих людей, которых я, честно, называю дилетантами? Я могу определенно сказать о таких организациях, как Круакас, о которой вы только что сказали. Там сейчас работает наш доктор. Животные все осматриваются, прививаются. Поэтому здесь можно совершенно спокойно брать животных и держать их дома. На таких животных выдаются документы, паспорта о том, что животное действительно здорово и привито. Это та организация, которая официально через городскую администрацию финансируется? Да, 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 это именно эта организация. Но я думаю, что это наша заслуга, потому что прокуроров мы приглашали сюда неоднократно. А, кстати, где она находится? Это в частном доме у господина Сверидова. То, что делают волонтеры по спасению бродячих животных? То, что делают волонтеры определенного сказать сложно, так как хотелось бы, чтобы животные действительно прививались, чтобы они действительно были стерилизованы, чтобы они имели документы о том, что если волонтеры сделали какое-то добро для животного, а я знаю, что на сегодняшний день они оказывают помощь этим животным через коммерческие клиники. Мы об этом уже говорили, где помощь достаточно и значительно дороже, чем у муниципальных. Да, именно. Но эти животные не имеют документы, подтверждающие того, что они зарегистрированы, привиты и действительно обработаны. И потом эти животные не социализированные, как вы воспринимаете? Вот смотрите, размещаются фотографии грустной собаки, печальная, брошенная всеми собака, инвалид. Люди добрые, возьмите эту собаку. Она некрасивая, она старая, она никогда ни у кого не обрадует глаз. Человек испытывает сострадание. Но ведь это, знаете, это не сумка, это не зонтик, который испортился, надоел и выбросили. Это живое существо, которое человек, в первые минуты испытав сострадание, тащит к себе домой. А собака в жизни не видела ни ошейника, ни поводка. Татьяна Анатольевна, как с этим быть? Как объяснить людям, что все-таки это надо делать или не надо? Это, конечно, не надо делать. Ну вот смотрите, мы с вами говорили, что идет привлечение денег, милосердных людей. Значит, вначале на памятник собаке, потом будут сборы для операции бездомных животных, еще для чего-то. Но у меня большой вопрос. У нас есть организация, которая получает большие деньги за ту же самую адекватную работу. Вы не находите это странно? Нахожу, и поэтому я бы хотела выступить с таким предложением к этой же службе Дари Добро. Помимо службы Дари Добро, Круакаса, у нас существует еще приют, который расположен на больничном переулке. И я бы хотела предложить всем людям, которые хотят оказывать помощь животным, пусть они объединятся. Получается, что у нас очень небольшой город, и три организации пытаются себя зарекомендовать. Зачем? Но, допустим, с приютом на больничном, мы сегодня говорили, там пытаются совершенно четкое у них перед ними осознание, что они занимаются животными, которые 100% социализированы. Это породные или востребованные животные, знающие человека по той или иной причине потерявшие хозяев. Но эти животные не будут застаиваться, не станут вновь бродягами, а обретут хозяина. И животное, которое не обретает хозяина, в конце концов усыпляется. Я считаю, что это разумная достаточно деятельность. Да, я с ними тоже полностью согласна, потому что мы знаем, что там животные также все прививаются, стивилизуются и обязательно устраиваются. У меня предложение к тем волонтерам, которые называют себя добро. Если вы действительно дарите добро и хотите дарить добро, но добро вы дарите не только животным, которых вы пытаетесь устроить, но подарите добро и людям, подарите добро горожанам, чтобы ваше добро не обворачивалось против горожан злом. Потому что те животные, которые стерилизуются и потом вновь выпускаются в черту города, они становятся злом, а не добром для окружающих людей. Когда они в стаи бегают по городу, набрасываются на людей, на детей, и к нам звонят и обращаются с просьбой, что же делать. А мы обращаемся в Круакас, и эти животные снова подлежат отлову. Да где же это добро? Ну, кстати, мы вас хотели спросить про ситуацию с безнадзорными животными в нашем городе. Она обычная сейчас или какое-то обострение, возможно, идет? Обострение в стаях. Животные сбиваются в стаи. И это еще опаснее, чем когда животные одиночные. И опасно также, что эти животные стерилизованы. Они как бы не должны причинять вреда. Они не причиняют вреда, что они не размножаются. Но они озлоблены. Они озлоблены, и они бросаются на людей. Бросаются на детей. И, как правило, они, собирая этих животных, так же стаями и бросают. Ну да, в том-то и дело. Вы знаете, идет круговорот. Вот взяли собачку, пожалели, кому-то пристроили. Человек взял необдуманно. Именно вот, знаете, вот на этом милосердном посыле. Дом разглядел, а ему не надо. Гадящая собака. Собака, которая рычит и кусается. Она не привыкла жить в квартире. Она не привыкла жить в квартире. Что происходит? Человек открывает дверь, собаку выпинывает. И она вновь оказывается, где она была на улице. И снова ее подбирают волонтеры. И снова мы за это платим деньги. И вот это вот бесконечное и так далее. И собака в конце концов превращается в зверя. Собакой так нельзя. Поэтому если себя организация зарекомендовала, как дари добро, поэтому я обращаюсь именно к этим людям. Подарите добро нашему городу. Станьте друзьями с Круакасом или с питомником, который на больничном периоде. В конце концов с нами, чтобы сообща именно помогать. Ясно, Татьяна Анатольевна. А вот вы сказали, да, про то, что в стае сбиваются, нападают. Это вот случаи последнего времени уже, да? Есть, фиксируются эти? Это в течение года мы наблюдаем. Даже больше. Но обострение, видимо, весной и осенью как раз происходит. Да. Ну ладно, спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо большое. Татьяна Беляева, заведующая Кировской областной ветлечебницей. А у нас сейчас перерыв. У нас реклама, но мы очень скоро вернемся и продолжим тему. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается разворот, мы близимся к завершению. У нас есть звонок. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Алло. Да, мы слушаем, мы слышим. Как вас зовут? Как вас зовут? Я житель Кирова, Татьяна. Я считаю, что вот этот памятник, если бы он назывался «Памятник последней бездомной собаке в городе Кирове», вот это был бы памятник. Вот это был бы памятник. А когда собирают деньги и ставят вот такой памятник города, а собак выкидывают, щенков не топят и снова выкидывают и подкидывают. Хрена нам такой памятник. Правильно. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Сейчас женщина, наша радиослушатель, Татьяна, спасибо вам за то, что вы начали жестокую тему, тему круговорота. И об этом, Наталья Павловна, есть чего сказать. Тема несколько идет в разрез с заявлением Татьяны Анатольевны Беляевой. Давайте послушаем ваше мнение по поводу деятельности. Насколько я поняла, вы сейчас говорите о симбиозе вот этой компании, ассоциации, да, которая официально получает из бюджета деньги. Татьяна Анатольевна предложила объединиться и волонтерам, и официальным структурам, возможно. У нас еще есть звонок, да? Да. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Надежда. Надежда, слушаем вас. Вот я, например, задаю себе вопрос, почему в Советском Союзе не было вот этих благотворительных организаций? Никто о собаках не беспокоился, никакого не было шума, собак спокойно усыпляли, и все было спокойно. А теперь, когда эти НКО, во-первых, они снабжаются из госбюджета, им дают дотации. Нет, их финансируют, это не дотации. Они раскладились, да, НКО получают еще из бюджета деньги. Ну там грантовая система, да. И теперь они вот требуют денег, я считаю их машинниками. Вот смотрите, прозвучала фраза, это сказали... Они снабжаются, да, как вы работаете. А вот смотрите, давайте вот мы действительно подойдем к определенному итогу. Действительно, вот было советское время, давайте, я даже вспомню, кто работал по сбору и так далее, брошенных потерявшихся собак и так далее. Это занимался спецавтохозяйство, где работа была не всегда четко построена, были случаи жестокости, мы с этим боролись, но спецавтохозяйство занималось этим, была передержка, было все, как бы было более цивилизованно. И вот смотрите, мы действительно, какие деньги, кто с нас еще собирал, помогите собакам, за это платит бюджет. А теперь, чем дальше в лес, тем толще партизаны. И каждый год дайте, 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 дайте бюджетное финансирование все больше, больше, больше и больше. С ними собаками бородячими борются, больше, больше, больше. Не в такой агрессивной форме, правда, дайте, 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 давайте поможем, давайте. Нет, давайте поможем, давайте, посмотрите, какие у нее печальные глаза у этой собаки, помогайте нам, давайте быстрее. Но при этом денег больше и собак все время больше. А не находите в этом некую закономерность? Вот я услеживаю, и женщина сейчас, вот наша звониша и последняя, она совершенно четко обозначила, что это такое. Наталья Павловна, согласна или нет? Меня очень удивляет еще такой момент, что все эти администраторы в этой общественной организации в основном... Администраторы вы имеете в виду, в верхушку, да? Да, 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 администраторы вот этой группы, организаторы, администраторы этой группы, представители и все остальное, это в основном безработные люди. То есть люди без определенного места работы. Вас это не удивляет? Люди занимаются благотворительностью, как человек, который не имеет заработка и не имеет работы какой-то определенной, может заниматься благотворительностью. Но вот я знаю, что свой приют вы содержите на свои деньги. Ну, на деньги единомышленников. На свои, понятно, что и на деньги единомышленников. Благотворительность, в первую очередь, предполагает, что ты сам что-то туда вносишь. Естественно. То есть львиная доля на содержание приюта идет на... И содержим только столько животных, сколько мы можем содержать. И больше вы не берете. Естественно, кое-где есть небольшие сборы денег, но это не Яндекс кошельки и не обезличенные совершенно счета, куда люди несите, пожалуйста, денежки. У нас все официально, у нас есть счет. Конечно, он не очень богатый этот счет, но есть счет. Он и должен быть. Я знаю, Наталья Павловна не раз при мне предлагала. Вот звонят люди. Вот нам вот с собакой проблема, мы ее хотим. Заберите к себе собаку. Наталья Павловна говорит, хорошо, вот вам клетка, приводите свою собаку, выгуливайте, поите, кормите. Вот вам не надо ее дома, пусть, ну не бросайте ее на голодную смерть. Почему Наталья Павловна должна эту надоевшую всем собаку в семье, взятую по недоразумению, по недомыслию, почему она должна ее кормить? И вот сколько раз при мне был разговор, она говорит, приходите, поите, кормите, выгуливайте, убирайте клетку за собакой, где будет содержаться, убирайте вот этот стойл, где она будет стоять. Ни одного желающего хоть как-то сопроводить свою собаку в бездомном существовании я не услышала. Продолжайте, извините, я вас перебила. В общем, меня удивляет такая благотворительность, когда людям самим жить не на что, а они собирают огромные суммы денег. Удивляют эти Яндекс.Кошельки. А я вас сейчас переспрошу, не говорите ли вы о том, или не подозреваете ли вы то, что вот эти деньги, которые получает вот эта организация от сердобольных людей, в том числе идет не только на содержание, лечение и так далее, устройство бродячих животных, но и, возможно, на, собственно говоря, пропитание. Жизнедеятельность самих благотворителей. А как объяснить тот факт, что только где-то в интернете идет объявление про сбитую собаку в плохом состоянии, чем кровавей собака, тем она тяжелее, тем лучше, сразу же администраторы групп посадятся на машину, эту собаку везут в клинику, и эту собаку начинают упорно лечить. Притом собака не владельческая, собака бродячая, за нее спросить некому. Понимаете, в чем дело? Деньги заплатить, чтобы спасли мою собаку, спасибо вам, ребята, вот вы потратились. И чем более кровавая сцена, чем более тяжелое животное, и эти фотографии выставляются в интернет, люди прослезились, люди немножечко откупаются от своей совести, 100, 200, 300 рублей, а то и кто там и 3 тысячи дает. Понимаете, вот это как бы на какие-то мысли наталкивает, я так понимаю. Почему так бегают за собаками-калеками, за кошками-калеками, вот эти организации общественные? Ну вот давайте, задайте себе вопрос. Потому что на них можно собрать много денег. Володь, вам ночью позвонят и скажут, вот слушайте, вот в Макаре лежит сбитая собака, переломанные руки, ноги, вы поедете ночью? Нет. А если вы... Я не поеду, знаете почему? Потому что, во-первых, мне, а, некуда ее девать, б, я не знаю, что с ней сделать, в, я ее взяла, я за нее отвечаю. Здесь будет страдать мое сердце, моя душа, вы знаете, мне проще будет меньшими страданиями обойтись, я сделаю вид, что я этого не слышала. Потому что я не знаю, что с ней делать, мне не нужна такая собака. И потом я знаю, что у нас работает служба, которая должна вот съездить и забрать, и они получают за это деньги. Вот тот самый КРАС, что-то вот Татьяна Анатольевна называла, ассоциация вот этих вот животных. Да, но дело в том, что Даридобро очень активно с ними сотрудничает. И такую собачку, ломаную, битую, перебитую, там, собаку-колеку, забирают в караоказ, а у него забирают Даридобро и кладет в клинику ветеринарную опять для сбора денег. Очень много собак просто исчезло. Тех собак, которых месяц-полтора тянут, тянут, тянут. Был такой малыш прошлым летом, кто деньги давал на него в ветмастере, тот помнит. На него было собрано, насколько я видела, больше 50 тысяч за полтора месяца. Вы как считаете, он где там, что, золотой посуду ел или что? Вот эта собака. И в конце концов собака просто умерла. Ну как она полтора месяца прожила? Я думаю, что, может быть, и усыпляют этих животных, потому что одевать его некуда. Смотрят, что собака просто не встает, собака-колека, при том неходячая собака. Вот и все. Ну вот я знаю, допустим, вы занимаетесь благотворительностью, когда кастрацию, лечение, все, вы делаете за свой счет. Соболев Валерий Анатольевич в цирке, он очень часто приходит на помощь. Известный ветеринар. Да, известный ветеринар. Он очень часто приходит на помощь людям, которые подобрали бродягу. Он помогает лечить. В частности, я знаю, что если он делает кастрацию, он вообще кастрирует животных очень часто за бесплатно, за свой счет. Но он, опять же, убивает нескольких зайцев, потому что приходят студенты к нему, он учит делать операцию. С этим понятно. Я реально знаю много людей, которые, когда говорят о бродячих животных, говорят со слезой, говорят с нервом. Они тратят свои собственные персональные деньги, и они совершают реальные дела. Здесь пока, вот на данном этапе, я только услышала, деньги, давайте деньги. Мы умиляемся, мы сострадаем, мы платим. Конечный итог для меня, вы знаете, я... Не ясен. Собака-инвалид, кошка-инвалид служит просто для сбора денег. Вот я пришла именно к такому выводу. Давайте подчеркнем, вы предполагаете или наверняка знаете, что это так. Потому что мы сейчас обвиняем людей, ну, мягко говоря, давайте скажем так, не в очень умном поведении. Не в очень умном поведении, скажем. А для кого-то, может быть, поведение наоборот, очень умное и заточенное. А я не устаю это и в интернете писать, на общественных ресурсах. Так что я предельно открыта для диалога. И, в принципе, я это не просто говорю, я это утверждаю. Утверждаете. Да, это мое личное субъективное мнение. Ну что ж, мы выходим... Завершается, да, давайте быстрые итоги опроса. Определились мы, существуют ли в Кирове проблемы в родячих животных. Да, особенно их много на окраинах города. Вот абсолютно лидирующий вариант ответа. Ну, то есть, да, то есть то, о чем мы сегодня говорили, приходит к логическому заключению. Люди чего-то делать собирают с нас деньги, но в родячих собак от этого не делается меньше. И поэтому, завершая сегодняшний эфир, я скажу, люди, милосердие – дело хорошее. Но когда вы даете из милосердия деньги на что-то, думаете, надо это делать или не надо. Спасибо. Благодарим нашу гостю Наталью Махнёву, представитель управления Общественной организации защиты животных зоокоролевства, помощник депутата ЗАГС Собрания. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова